он там и так умрет не факт не факт сейчас ему надо помочь очень сложный геймплей был я сейчас вот и вот скажи ты же сейчас кидал без засвета фактического ты просто кинул по цвету и практически вся арта если они не изменят время сведения не улучшит его и стабилизацию то вся арта будет играться вот примерно так же плюс и невеста бы попробовать надо только не умри блин а вот это вы еще и вы с тобой прямой вошло в колесника полки стоящие слышишь ты там не умничай до ограниченного набрали не хотят агро атака уже есть ограничить ну три штучки до три штучки ну а это много почему просто не сделать одну вспомни вспомню 14 дядя серёжа я на и сраном и 7 против 14 арт попадал нас двое было он на и 7 и я на и 7 и 14 арт на эрленберге я честно не помню но я помню этот момент даже скриншот где-то был в древних папках ну в общем тогда я к тому что вот выдумывать вот эту всю фигню конечно интересно но не проще ли ограничить количество арт одной на бой и пусть она себе там сидит в очереди конечно она будет токсичным но она уже не сделает погоду в бою да и сейчас тоже не делают погоду ну или внутри штуки очень сильно делают вообще прям играть не хочется когда их три когда один ты и миришься ты на чем играешь в основном на тяже ну тяжесты играю на это меньше играю ну вот я тебе честно скажу вот я играю к примеру на лт и последнее время на пт и надо понимать что в этой игре да и в любой игре есть всегда контр-пики контр-классы и ну ты просто играешь на классе которая от арты получает больше я там на лт получаю в меньшей степени гораздо артиллерии чем от лт от пт и от ст все все от всего точного то есть это контр-пик и блин назови мне любую игру я тебе скажу что там есть контр-пик там есть нападающие есть вратарь нихуя всех вратарей все моля окно я не договорил не аналоги которые проводил со снайпером в других играх снайпера убить можно его может убить другой снайпер в данный момент я просто стою на респе и стреляю по танкам и практически их уничтожают за три выстрела и как бы вражеская арта может мне что-то сделать но это сложно для нее и скорее всего она даже не будет пытаться этого сделать то есть нет трассеров нет обозначения у арты нет какого-то резона вообще двигаться и переезжать здоровье спасибо будет большинстве случаев у тебя нет резона и двигаться например на этой карте потому что здесь тупо нету мест где ты можешь еще где-нибудь куда-нибудь стали нет ты понимаешь даже после выстрела мне нет смысла переезжать я просто стою вот и как бы вожу по экрану пальцем нажимаю лкм и убиваю врагов это просто нету какого-то упор того парня который снал бы это место и тебя полил в игра и ничего не делать для того чтобы я как-то переживал по этому поводу мой геймплей не усложняется самой игрой то есть я как бы готов переезжать после выстрела знаю что вражеская арта меня убьет если там она будет знать где какой квадрат у нее будет отображать греки то есть если у нас такой низкий уровень мы просто сейчас придем к тому что выясним очевидную вещь что у нас низкий уровень скилованности игрока как и и на артиллерии так и на другой на всех вообще типах техники у нас это тонким слоем размазана по игре и эти люди не пользуются теми возможностями которые дает игра примеру когда нету засвета надо трасса дротить вот а если засвет есть то не надо трасса дротить потому что надо убивать видимые цель а есть просто паттерн поведения артиллериста когда он тупо стоит и трасса дротит в каждой игре но вот сейчас вашей команде геймплей это геймплей он может либо трасса дротить и убить вражескую арту для того чтобы облегчить задачу союзным танкам и он может просто-напросто помогать союзным танкам да это геймплей он сам должен выбрать что ему хочется а здесь сейчас меня ничего не напрягает я просто стою себе и ничего не делаю с пальцем в задницу стреляю по врагам ну может быть немного урона я нанес две с половиной тысячи еще и блайн там вошел и туда и сюда и в принципе я не чувствую опасности какой-либо нет я тебя подгонял ой прямое в гриля по ходу или в кого-то вошло в другу грилей видишься в первый меня пробил но ладно я победил алтаху я поехал дальше светить ну вот примерно и так я остаюсь в кустах вот сейчас просто на респе и я ни о чем не переживаю да у меня может прилететь снаряд но скорее всего он меня не убьет я закончил тебе лт худа чтобы она до тебя не упоролась я занимаюсь как раз работой над тем чтобы к тебе никто не прилагал чтобы как сам игрок этого класса ни о чем не переживаю я просто одной рукой сижу и каждые 37 секунд нажимаю лк м молодец он смотри вон а вот тоже не переживающих гражданин все веришь кубже жевол сразу все внимание и надо чтобы он переживал постоянно должен быть напряжение постоянно должен быть напряжение том и дело вот так и должно быть то есть как бы один класс техники постоянно в напряжении и должен выполнять какие-то действия а а другой класс техники гадит, грубо говоря. Ну вот смотри, сейчас объект 705А на горе был готов воевать, он просто ехал вперед, у него было 1000 с чем-то хп, с двух выстрелов арты мы ему оставили сотку, и все. И при этом я вообще не напрягался. Дау, я сейчас напрягусь. Вот, видишь, тебя напрягли. Но до этого я напряг нормально. Ну вот смотри, просто твое время напрягаться... Да в том и дело, мое время напряжения будет... Не знаю, ты просто не хочешь, наверное, переезжать сейчас. Так, а смысл? Я стою в себе спокойно, стреляю. У меня все хорошо, у меня все отлично даже. Ну, не совсем тебе могут дать просто прострелку Алине. Еще из опасности, если ты не поддержишь 140-го, выстреливай. Да, вот КД сейчас гриле и ягеры его пересветят и убьют. И в любом случае, ко мне это никаким образом не отнесется, потому что я, ну, просто перееду и спрячусь за другого. Ты не могу лукавишь, потому что ты же говоришь у нас за победу. Вот, чтобы победить, надо подпасать, да? Нет, я за победу, да. Но как играется геймплей на этом классе техники? Это субъективная херня. Ну, правда. То есть, кто-то как раз это и ценит. Ты понимаешь, вот в новом обновлении артиллерии, в ребалансе, это изменится. И ты придешь на этот класс техники, быть может, потому что он теперь будет как раз напрягать тебя со страшной силы, а другие люди уйдут. И ты в начале нашей беседы сказал, я вот опасаюсь, что, типа, на артиллерию придут скилловые пацаны. И вот как раз к этому и все может прийти. То есть, то, что ты хочешь, может привести к тому, что ты боишься. Нет, 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 ты меня не понял тогда. Я к тому, что на этом типе техники останется только скилловый. Кто сможет превозмогать. Вот. На самом деле, упорных артоводов очень много. Не забывая еще такой фактор, ну, может, ты не общался с этими людьми. Может быть, ты их игнорируешь и отсекаешь от себя каким-либо образом. А там, может, даже обзываешь, не дай бог, конечно. Потому что человек не заслуживает оскорбления в игре. За что? Ой, вот это да. Вот. Может быть. Но, так как артиллерию каждые полтора года усиленно нерфят, всяческими способами, которые нужны и не нужны. Оглушение, я считаю, абсолютно ненужная херня в нашей игре придумал. Ненужная. Поддерживаю. Эти люди раздражены этим фактом. А когда ты раздражен один, два, три, четыре раза, то ты продолжаешь играть по принципу «Вы нас нерфите, а нам похер, мы научимся играть все равно на этом». «Вы нас нерфите, а нам похер, мы научимся играть все равно». И так получается семь раз. Они такие уже закаленные чуваки. Им вообще по барабану, как поменяют арту, они будут на ней играть принципиально. Потому что им эту арту принципиально портят. Правильно. Но они должны меньше гадить при этом. То есть, если он принципиален, хорошо, пусть сидит дальше. Но палку-нагибалку забрать-то у него надо? Да, вот у тебя палка-нагибалка. Стреляй. Чего, куда ты будешь стрелять? Иди, жди на свет. Ну, если на свет не стреляй. Да ты понимаешь, это тоже интересный геймплей. Ты ни хера не делаешь. Я просто сижу и жду, когда ягу подсветят или на горе Е5 подсветят. Ну вот. Соответственно, ты просто сидишь и ждешь. И твоя палка-нагибалка не сфигня. Такая зачем поощрять такой геймплей? Такая я и не предлагаю арту вывести. А, на что ты ее хочешь поменять? На худший ее ТТХ. А, то есть ТТХ ухудшит? Конечно. Мы говорили о выводе арты. Да выводе арты. Подожди, я не говорил про вывод арты. Я не говорил, пусть остается себе. Просто жизнь игроков постепенно усложнить. Чтобы они слезли с нее. А там уже и не страшно будет вывести в случае чего. Такая Wargaming пытался как раз всяческие жизни игроков усложнить. Давай я тебе перечислю факторы, по которым арта усложнялась. Давай. Давным-давно. Ты с какого года играешь? Ну, с самого начала, с ОБТ. С ОБТ. Тогда, если ты помнишь ОБТ, как люди трассодротили, да? Как тогда играли на арте. Снаряд прилетал меньше, чем за секунду с одного края карты на другой. То есть у фугасы были очень быстрые. Там где-то 1400 скорость полета и на протяжении всей карты. Меньше секунды они летели. Соответственно, если ты стрельнул на Хумеле, там был Хумель и СУ-14. Да-да. Если ты стрельнул на Хумеле, ты, благодаря тому, что Хумель был динамичный, мог уехать. Да. И вот в ту точку, откуда ты стрелял, там еще и трасса светилась, сразу падало 3-4 снаряда. Арты было больше, соответственно, трассодротство было ярче. И вот если ты на СУ-14 играл, то тебе кабзда. Кабзда, скорее всего. Там ХП было, конечно, побольше, но плюс-минус кабзда. Соответственно, первое упрощение артиллерии, которое было сделано, чтобы она не так люто нагибала, это скорость полета снаряда. Сейчас с одного конца карты с другой, вот твой снаряд сейчас вниз будет лететь секунды 3. То есть, такого каннибализма уже невозможно. Скажешь, Сережа, что из присутствующих в бою 30 человек, 6 человек себя чувствуют вольготно, и им хорошо, а все остальные должны страдать, чтобы кто-то получал удовольствие. Это популизм. Ну почему? Почему? Почему популизм? Ну не вот не хочется играть против арты, вот реально неприятно. Ты делаешь какие-то важные действия. Ты там рамбуешь, ставишь, используешь свой танк как можешь. Контртехнику. Ну ты играешь на контртехнике, которая от этого страдает больше всего. Поэтому у тебя такие эмоции. Будешь ты играть на ЛТХ, у тебя будет меньше гораздо вообще столкновений с этим. Нет. Ты будешь сейчас принимать это как О-3 мясо, которые не влияют. Так потому что ты не взаимодействуешь с Ортой. Ну как бы ты для нее светишь, но по сути она попасть тебе не может. Ну может, но очень редко Орта в тебя попадет. Правильно, потому что ты подвижный, ты быстрый. Ну а та техника, которая не рассчитана на скорость, у которой немножко другой геймплей, она-то именно страдает. А этой техники, ну 80% в игре. Слушай, а кто страдает от ЛТ, скажи мне? Не знаю, кто страдает. Все страдают от ЛТ. Все страдают от ЛТ, да. Ну а ЛТ ты можешь найти. ЛТ ты можешь найти и убить. Ну а РТУ ты не можешь найти и убить. Не можешь ты найти и убить ЛТ. Вот не можешь просто. Ну почему? Если он не въедет. Ну вот посмотри, я нашел тестолета. Он за сколько времени? Он же быстро умер, тестолет. Ну я не знаю, кто по нему стрелял. Я не смотрел. Ну да. Ну 3-600 он насветил. Он 3-600 насветил за буквально пару секунд. Ты настрелял 2-500 и 2-500 по оглушению. Ты играл весь бой. Он играл буквально минуту. И ваши показатели. Да, у тебя пятера. Но ты играл весь бой. А у него 3-600. И он играл минуту. А если бы он играл весь бой, у него бы было в районе 7 или 8 суммарки. На этой карте. То есть и для тебя карта удобная, и для него карта удобная. Но он вытянет суммарку гораздо больше. И мы возвращаемся к тому, что надо дрочить на результат на циферке. Нет. Это влияние. Мы говорим о победе. Есть момент того, что нет прямой связи, но есть косвенные связи по циферкам и победе. Но он насветил, но он не привел команду к победе. Он не смог привести, потому что законтрили его. Потому что она перестреляла всех тяжей. Что контрило меня, кроме моего стремления быть поближе к противнику? Ничто. Ничто не могло приблизиться ко мне, если я остаюсь в куске. Ну, может быть, только если тебя засветят и убьют. А если ты на тяже играешь, к примеру, что может тебя законтрить, если тебя никто не может пробить уже в конечном итоге, в какой-то момент? Ничто. То есть мы постоянно встречаемся с ситуациями, когда те или иные классы попадают в убер-состояние, что ничто их не контрит уже. И в этот момент происходит нагиб. Ты в этот момент приводишь команду к победе, потому что тебя либо не обнаружить, либо не сбить с тебя хэппайм. И вот так. Ты по ЕБРу будешь стрелять? Буду, я вот жду, как где его поймать. Ну, давай. Я, например... Ты чё, бляха? Ты прикинь? Чё? Оно дало мне по трассеру, блядь, посреди карты. Охуль ты. В смысле? Подожди, охулить, ты думал? Ты хочешь сказать, что этот чувак сверхразум, блядь, и без щитов ща сыграет? Нет, ты... Во-первых, ты светился там не так давно. Тебя же ягод там увидела, нет? Увидела вот здесь, наверху, в углу, блин. Далеко достаточно этого не смотрел, смотрел. Я в это не поверю. Не поверю. Не поверю. Не поверишь? Не поверишь? Нет? Не поверю. А ты уже стреляешь? Я должен сказать, что это правильно. Хорошо, ладно, он с щитами, но... Это напрягло меня. То есть я перестал стоять, как Потс, на одном месте. Вот так должен быть геймплейер. И убить. А могло убить? Да, могло убить. Может быть, тебе надо наоборот хп докинуть побольше, чтобы ты мог его как-то разменивать в некоторых ситуациях и играть более агрессивно? Потому что с текущим количеством хп ты не можешь себе этого позволить вообще. Сейчас мне надо эти двери открыть. Подумай. Да что подумать? Коричневых говноедов надо нерфить. И сейчас там показывать что-то как раз лидерам мнений, чтобы услышать от лидера мнений какое-то зерно, которое они в рамках своей разработки все вместе не увидели. Просто чем больше людей смотрят на это, в том числе и со стороны, тем в итоге лучше. Это ты там бомбардиры взял? Да, да. Красавчик. Вот. Красавчик.